Элеватор заменили, канализацию заменили на пластик. Ну вот, провели. Здесь, конечно, дом ужасный был. Председатель КСК ТАН Людмила Штекли рассказывает о том, какая работа проведена была буквально на днях в подвале многоэтажного дома по улице Исет-Батыра 158. А работы здесь было предостаточно. За 4 месяца и на сумму более 400 тысяч сенге собранных жильцов за полгода были полностью заменены трубы горячей и холодной воды, а также канализационная. Такого рода капремонт подвал не видел последние два десятка лет. На трудности работы с жильцами, а зачастую и с квартиросъемщиками, председатель не жалуется. За 10 лет работы привыкла, говорит, проблема в другом. У нас проблема только с трансэнерго в этом году будет, потому что они требуют от нас, чтобы мы за прессовку платили деньги. С каждого дома мы в пределах 20-30 тысяч по подъезду. Вот симподрезы где-то в пределах так. Чтобы они нам просто дали паспорт готовности, мы должны заплатить деньги. За что? Вообще мы обслуживающие, вот мы собираемся, наши КСК, и говорим, мы обслуживаем. Потребитель жилец, мы КСК не потребители. Мы только трубы ремонтируем, чтобы к ним попало тепло. Получается паспорт готовности у нас, вот прошли, посорили, элеватор есть. А прессовку, все это должно делать само трансэнерго. И если они хотят эти деньги получить, они напрямую должны с жильцами работать. Между тем, по словам Людмилы Штеклера, она вместе с другими председателями кооперативов собственников квартир намерена протестовать против такого сбора денег, так как уверена, что жильцы, которые порой из-за потребляемой блага цивилизации с большим трудом отдают деньги, а за паспорт готовности дома и вовсе не будут платить. Будем протестовать, будем жалобу писать, будем выходить и дальше жаловаться. Вот мы все наши КСК собираться будем и будем выходить. Потому что нам вот в отопительный сезон, чтобы включить дома все, около пределах 400-500 тысяч надо отдать трансэнерго, чтобы они нам сделали паспорт готовности или разрешили включить тепло. Между тем, в АО «Трансэнерго» информацию о платности паспорта готовности жилого дома опровергли. За услуги по закрытию задвижек услуга платная идет. А сам паспорт готовности составляется бесплатно. Они должны сначала закрыть задвижку, произвести ремонт внутренней системы отопления, произвести опрессовку, промывку системы и потом уже пригласить инспектора для того, чтобы проверили. И все, а сам паспорт продается бесплатно. Тем временем подготовка к отопительному сезону идет по заданному плану. Как рассказал сегодня руководитель отдела жилищной инспекции Жилдузбек Бесембин, 40% домов готовы к суровой зиме. В остальных ведется подготовка и непосредственно устранение неполадок в отопительной системе. В городе 99-100% квартиры все полностью приватизированы. Квартиры, скажем, находятся частные собственности. Точно так же инженерные сети подвальными помещениями, кровли, места общего польза находятся общая долевая собственность. Для капитального ремонта, для этого вида работы, вы должны собирать целевой сбор жителей. Зависит от самих жителей, как будет дом, в каком состоянии будет находиться. Планируется, что до 20 сентября жилой фонд города, а это более 1700 многоэтажных домов, будут приведены в порядок. Эльмира Ижанова, Алексей Уразов, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова